Сегодня действительно очень много было женщин в красно-белокрасных платьях, накидках, шарфах. В общем, это такой абсолютно мирный протест, абсолютно женственный, очень изящный, очень элегантный, потому что, когда вы видите на одной картинке вот этих закованных в амуницию спецназовцев, омоновцев и беззащитных женщин, которые вышли требовать отставки Лукашенко, в общем, понятно, что такое мягкая сила. И вот еще один мой любимый ролик за сегодняшний день «Как кричат, встречая ОМОНовцев». Вам никто не даст! Вам никто не даст! Мы сегодня пытаемся найти людей, которые там находятся и могут выйти к нам в эфир. Этим занимается целая бригада. Мы сейчас ищем очевидцев сегодняшнего протеста, кто может изнутри рассказать, что там происходит, какое настроение. Хочется сказать слово «бабий бунт», но вот оно какое-то вроде несовременное и ужасно. Но правда, это вот такой действительно женский протест. И здесь действительно можно солидаризироваться с моей коллегой Анной Мангай. Ты сказала, что сегодня действительно женщины сверху. Ольга Карач, директор Международного центра гражданских инициатив «Наш Дом» у меня в эфире. Ольга, здравствуйте! Как вообще, что это за формат? Были ли прецеденты, когда действительно женщины, в основном женщины, выходили на улицы? Ну, во-первых, это уже не первый раз. И всю президентскую кампанию Александр Лукашенко занимался тем, что издевался над женщинами. И всячески их унижал и оскорблял. Например, он заявил про то, что белорусская конституция не для белорусских женщин. Мы не равны с мужчинами. Это вызвало массовые протесты. В том числе женщины из бизнес-сообщества. Было написано более 200 писем от женщин-менеджеров из разных бизнес-компаний. И сегодня очень понятно, что женщины играют такую решающую роль на всех уровнях протестов, начиная от организации, принятия решения, координации, помощи пострадавшим и многого-многого другого. И очень понятно, что всегда до этого существовал очень четкий, ну, я бы сказала, гендерный водораздел до этой президентской кампании. Большинство женщин поддерживало Александра Лукашенко по тем или иным причинам, а большинство мужчин поддерживало оппозицию. Это было, но ситуация коренным образом поменялась на этих выборах. И когда Александр Лукашенко говорит, что я держал, удерживал власть благодаря женщинам, это правда. Но сейчас власть он не удержит именно потому, что именно женщины против. Скажите, пожалуйста, а с чем была связана такая перемена? Это ветры, что называется, из Европы, из Америки, ветра феминизма и такого осознания своих свобод, что Белоруссия больше не считается задворками Европы, патриархальной страной, где правит вал так называемой традиционной ценности. Почему это случилось именно сейчас? Потому что Беларусь очень напоминает такую классическую модель домашнего насилия, где есть муж, хронический алкоголик, буян, домашний тиран, деспот, который избивает всю семью, издевается и при попытке подать на развод и вообще всяческим каким-то образом от него уйти, он пытается препятствовать, в том числе и угрожает убить эту женщину, убить детей, убить себя. Мы все знаем примеры таких психопатов, только то, что делает Лукашенко, он делает это со всей страной. Поэтому, естественно, женщины, которые также переживали ситуацию домашнего насилия или насилие в каких-то других формах, а милицейское насилие в Беларуси существует абсолютно давно, и все женщины-активистки, политики, правозащитницы и просто, скажем, неравнодушные, активные женщины, если они были задержаны, все так или иначе сталкивались с угрозами, то адрес сталкивается очень грубо и не стало, понимаете. И поэтому реакция на Лукашенко исключительно как на домашнего тирана-абьюзера, с которым просто хотят развестись. Все, уходи. Ольга, ну вот сегодня ждали с содроганием, что ОМОН будет арестовывать женщин. Тем не менее этого не произошло. Сейчас по данным Радио Свободы я должен сослаться на то, что согласно постановлению Роскомнадзора Радио Свободы признаны иностранным агентом, задержаны два журналиста Радио Свободы, Олеся Пелецкий и Андрей Рабчик. Также был задержан журналист Дойче Велле Паблюк Быковский, которых потом впоследствии освободили. То есть пока двое задержанных достоверно известно на этой многотысячной акции, что, в общем, согласитесь, не так много. То есть правильно я понимаю, что ОМОНовцы не поднимали руку на женщин, либо им дали приказ не поднимать руку на женщин? Что вы думаете по этому поводу? На данный момент им дали приказ. Потому что ОМОНовцы прекрасно избивают женщин, прекрасно им ломают руки, ноги, головы и другие части тела. И прекрасно они ведут себя очень брутальным образом. Именно с женщинами. Поэтому это говорит только про то, что Александр Лукашенко, опять-таки, как очень типичный домашний тиран, абьюзер и, собственно, психопат, он пытается использовать разные методы, чтобы принудить Беларусь к сожительству. И понятно, что он пытается один раз кулаком, второй раз уговорами, третий раз каким-то цветочно-конфетным периодом. Но, тем не менее, очень понятно, что женщины уже приняли решение. Если они мирились и с отменами льгот, и с декретом номер 18, который у нас просто ужасен. Я хочу напомнить, что Беларуси изымают детей за неуплату коммуналки несколько месяцев и ставят эту бедную женщину на счетчик. Это сделает государство. И с 328 статьей, когда у женщин, собственно, сажали детей в тюрьмы, сегодня в тюрьмах находятся 20 тысяч подростков и молодых людей до 29 лет, по нелепой абсолютно наркотической статье 328. Большинство этих дел сфальсифицированы. Женщины молчали, женщины терпели. Но после ковида-19 стало понятно, что все. Этот мужчинка добьет всех, и нужно просто уходить. Еще надо добавить, что Беларусь единственная страна Европы, одна из немногих стран мира, где существует смертная казнь. Да, так есть. Скажите, пожалуйста, а в общем, то, что лидер, лидерство в этом протесте, мы знаем про Колесникову, Цепкало и Тихановскую, то, что лидерство перешло в женские руки. В Беларуси традиционно женщины играли большую, значительную роль. Например, мы видели, что на Украине, да, совершенно точно, потому что, когда были майданные протесты, то, конечно, девушки, студентки, они были, наверное, приносили такую особую эмоциональность во все, что происходило. Ну, и в Беларуси тоже, как мы видим, потому что именно женщины недовольны. Даже если женщин не задерживают, я хочу подчеркнуть, что именно на плечи женщин ложится вся система поддержки. Это значит, что если мужчина задержан, то передачи, тюрьмы, адвокаты и многое другое, это все как раз те вопросы, которые должна решать белорусская женщина. И очень понятно, что белорусские женщины сначала отдавали лидерство в руки мужчин, в том числе, конечно, лидеров оппозиции, но сегодня лидеры оппозиции находятся в тюрьме, и женщины поняли, что нужно решать самим. Это очень важное изменение в сознании, которое происходило и которое произошло на этих президентских выборах. Женщины почувствовали себя лидерами, и уже они это лидерство не отдадут. Это касается не только, скажем, Светланы Тихановской, Вероники Цепкало, Марии Колесниковой, но и многих других прекрасных женщин, которые сегодня на разных уровнях борются за свободу Беларуси. Ольга, ну вот мы наблюдаем из Москвы за развитием протестов, и как бы ситуация пришла к какому-то тупиковому, к тупиковой какой-то точке. То есть выходят колонны 10 тысяч, 15 тысяч, 5 тысяч, дело даже не в количестве, они выходят каждые выходные, иногда и по будням дням. С другой стороны, Лукашенко живет в параллельном мире, он объезжает заводы, он выступает на оркестрованных митингах, которые собираются со всей страны, и совершенно не собирается идти ни на какие уступки, ни на какие переговоры. Он даже забыл уже о том, что в самом начале протестов, выступая на заводе колесных тягачей, он даже пообещал поменять конституцию, так чтобы у президента было меньше полномочий. Но теперь он опять об этом забыл, и просто ни в какую. То есть это ситуация, в которой существует два вот этих мира, они не соприкасаются, никаких переговоров, никаких круглых столов нет. Согласны ли вы с такой оценкой, что протест заморозился? Нет, я не согласна с такой оценкой. Я считаю, что просто протест переходит совершенно в другую качественную форму. От стихийного протеста к институциональному. И это означает, что сейчас он будет очень переформатирован. Это, возможно, там не произойдет завтра-послезавтра, но этот процесс начался. И очень понятно, что сейчас пойдет организация, и организованная совсем по другим линиям. И я не согласна с тем, что Лукашенко, он может и не собирается уходить. Любой мужчина домашний, тиран-абьюзер, он как-то не хочет уходить, но тем не менее ему придется уйти, и придется уйти в ближайшее время, потому что у него просто нет вариантов. Как бы он не сопротивлялся, он может бегать не с одним автоматом Калашникова, с пятью, обвешаться, как новогодняя елка автоматами Калашникова. Это все равно не решает того вопроса, что ему придется уйти. И я считаю, что это нормальная стадия, когда нет никакого диалога, и каждая сторона показывает, собственно, свои намерения, и показывает серьезность этих намерений. Потому что 26 лет мы пытались уговорить Лукашенко на диалог. Сейчас никакого диалога нет. Это экс-президент. Давай, до свидания. Видели ли вы интервью Владимира Путина, где он сказал, что считает выборы в Беларуси состоявшимися, ну то есть, понятно, признает Лукашенко победителем, и более того, на днях был реструктурирован долг в Беларуси в миллиард долларов. Таким образом, получается, Лукашенко получил очень хороший подарок своему грядущему дню рождения. Знаете, вот, все последние информации, которые я видела, это было сообщение только исключительно от Александра Лукашенко. Да, это только Лукашенко, совершенно верно. Российская сторона пока это не подтверждает. Да, поэтому мы прекрасно знаем истории, когда Александр Лукашенко говорил про то, что он заезжал на дачу выпить водки с Борисом Ельцином, а потом Борис Ельцин очень громко и публично удивлялся, потому что никакого Лукашенко он там на своей даче никаким образом не наблюдал. Поэтому я бы хотела подчеркнуть, что все, что говорит Лукашенко, можно смело переворачивать наоборот, и это будет, скорее всего, правда. Поэтому, да, Владимир Путин сказал, что он считает выборы состоявшимися, но это абсолютно не значит, что Владимир Путин не считает, что могут очень быстро пройти новые выборы и выборы нового правительства. Продолжение следует... Продолжение следует...